Мастер-класс Скворечник Для работы потребуется акварельная бумага, акварель, кисточки белка номер 8 и номер 1, вода, палитра. Приклеиваем скотчем лист скромной поверхности в столу или планшету. Перевернутой галочкой отмечаем верхнюю часть крыши. От каждого края крыши ведем две линии на небольшое сужение вниз. Добавляем боковой объем крыши. Также дорабатываем боковую стенку. Чуть выше середины рисуем круг дупло. С правой стороны добавляем внутренний объем. Вокруг отметим небольшой узор. С правой стороны двумя дугами обозначим сидящих рядом птичек. Обрисуем снизу еще две небольшие дуги. Кругами наметим, где будут находиться цветы. Более четко прорисуем каждую птичку. Обрисуем щечку и плечико. Отметим грудку. Обрисуем ножки. Овалами отметим лапки. Добавим жердочку. Снизу добавим торчащий хвостик тремя капельками. По центру головы добавим клювик с глазками. Точно так же прорисовываем соседнюю птичку. Прорисовываем розочки. Намечаем треугольный центр и к нему пририсовываем лепестки. КОНЕЦ По бокам добавляем листочки. До свидания. БОБРАЯ МУЗЫКА БОБРАЯ МУЗЫКА И так прорисовываем каждый цветок. Местами можно добавить бутоны. Также прорабатываем верхние розочки. Местами можно добавить бутоны. Яркие карандашные линии стираем резинкой. Берем акварель и золотую охру. Разводим водичкой на палитре и полностью заливаем скворечник этим цветом. Добавляем коричневого цвета и местами добавляем цвет оперения у птички. Далее берем желтый цвет и заливаем все остальное оперение. Теперь берем синий цвет и заливаем крышу скворечник. Берем больше синего и местами закрываем оперение соседней птички. Разводим синий цвет водой посильнее и заливаем остальное оперение. Коричневым цветом заливаем жердочку. Разводим красной водой и заливаем розочки. Далее зеленым закроем листочек. Далее зеленым закроем листочки. Смешиваем коричневый с черным и начинаем прорабатывать оперение первой птички. Маленькими мазками делаем темнее у глазок и клювика. Добавляем больше черного и еще немножко утемним у клювика и глазок. Желтым закрываем клювики лобки. Добавляем в желтый коричневого и продолжаем прорабатывать оперение. Добавляем в желтый коричневый. Берем больше коричневого и продолжаем проработку. Далее берем коричневый цвет и прорабатываем темные места. Коричневого добавляем черным и продолжаем проработку. Почетче прорисовываем клювик. Черным прорисуем глазки. Добавляем больше коричневого и прорабатываем хвост. Добавляем больше коричневого и продолжаем проработку. Еще раз уточним клювик и глазки. Тонкой кистью еще немножко уточним перышки. Также тонкой кистью уточним лапки. Тонкой кистью еще немножко уточним. Теперь мы отметим тень на жердочке. Еще немного уточним хвостик. По такому же принципу прорабатываем соседнюю птичку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смешиваем охру с коричневым и закрываем этим цветом боковую стенку скворечника. Также закрываем тень под крышей. Добавляем черного и делаем у основания тень насыщеннее. Черно-коричневым закрываем дупло. Коричневым закрываем внутреннюю толщину. Синим прорабатываем крышу. Им же рисуем узоры на скворечнике. Черно-коричневым добавляем текстуру дерева. Далее черным делаем уточнение на скворечнике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Берем красный цвет и немного фиолетового и начинаем проработку розы. Ближе к центру добавим тени, а потом сгладим все водой. Также прорабатываем каждый цветок. Берем зеленый цвет и делаем у основания листочки темнее. Переход размываем водой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красно-фиолетовым и тонкой кистью уточняем детали розочек. Далее зеленым цветом добавляем прожилки на листочке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также прорабатываем верхние цветы. Работа готова! Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас можно посмотреть фотографии из живого мастер-класса. Субтитры создавал DimaTorzok Помните, рисовать может каждый! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok